Здравствуйте! Добрый день, пожалуйста! Вам не мешает? Вы что делаете? Здесь это делать необязательно, это просто инициатива, так сказать. Ну конечно, да. Ну конечно, да. Да, ну вот это конечно тяжело, да? По строительству не снимать наше ужасное состояние травмы. Да, в строительстве более тридцати нет, поэтому сами снимайте здесь вот это вот, что произвлечение из коврики и в сутрах. А мы наоборот снимаем для того, чтобы показать, что у нас 2 мая в плачевном состоянии, чтобы больше денег давали субсидии и другие. Делик больше не дадут, я больше не буду, мы людей так что-то уменьшили. Ну а что, вы, вот, вы зачем каждый раз открываете? Наоборот, показываете. Михаил Санычу показывает. Михаил Саныч, я тоже прекрасно видел. И Михаил Санычу надо показывать, показывать о том, что помощь нужна. Он приезжает, я его сам по субботу, он ходит, он сам по БФ приезжает. Слушайте, ну вот это, кстати, непорядок не есть, хорошо. Смотрите, как моется. Он уже, он с пяти уже. Дякую, друзья. Дючки, ну вот что такое? Не, не, не. Одно дело мы говорим про протирание, конечно, но как у него там придомали. Ну работа, да. Что там для чего старается, или можно не дать. Сергей, ну мы их не будем, блять, выкладывать. флор у вас вы получается все поручки протираете а скажите в масках люди к вам пассажиры заходит маска вы тоже маску постоянно хватает маску дают вам их выдает или вы сами покупаете на сколько сейчас мы видим вообще убедитесь что тут никого нет а последние дни увеличения какой-то произошел здесь учитывая отмечаем о том что она отсутствует здесь соответственно есть поэтому прошу обратить внимание уборку влажную салона полов как делать заместитель председателя комиссии по жидко-каналевому хозяйству депутация городской городской думы какова обстоят какие у нас нарушения по транспорту и какая установка на самом деле сегодня у нас прошел очередной рейд на прошлой неделе мы такие большие общественные рейды начали совместно с администрации города саратова в лице комитета дорожного хозяйства транспортным управлением представители городской думы у нас постоянно присутствует если есть желание журналистов тоже принимают в этом участие мы проводим такие рейды на что направлены эти рейды рейды направлены на то что у нас жизнь на сегодняшний момент не останавливается и многим многие вынуждены выезжать на работу они вынуждены выезжать на те работы которые на сегодняшний момент у нас функционируют им надо как-то добираться не у всех есть свой транспорт поэтому они на у нас пользуются общественным транспортом трамваями троллейбусами столбцами из конечно же маршрутки маловместительности и мы смотрим на сегодняшний момент как они ходят какие графики у нас на сегодняшний момент потому что у нас объективными вызовами создана увеличение этих графиков они стали реже ходить и конечно же мы на сегодняшний момент смотрим безопасность которая соблюдается в салоне того или иного транспортного средства во-первых чисто или грязно это средство потому что к сожалению мы на сегодняшний момент у некоторых маршрутах видим о том что у них грязь но явно даже не мечта как будто двух или трех летней давности образовалась мы и это увлекаем тут не только коронавирус это другое может что-то произойти какие-нибудь болезни но большинство подчеркнула соблюдает требования которые предписывают нас роспотребнадзор это протирание поручней после каждого круга это обрабатывание дезинфекционными средствами водители большинство ездит у нас в масках маски эти меняются многие из них ездят также перчатки поэтому такие элементарные нормы на сегодняшний момент соблюдается в большинстве салонов висит памятка по поводу прокурорации коровы вируса где не висит там сразу же настоятельная рекомендация по поводу того чтобы она там появилась на следующий день после этого мы соответственно проверяем появился на ли появилась поэтому как раз таки как раз таки элементарные нормы безопасности которые должны соблюдаться они на сегодняшний момент соблюдаются из пассажиропотока то что мы видим мы общаемся с водителями общаемся с пассажирами сами видим на остановках конечно же заметно что пассажиропоток упал кто-то называет это 50 процентов 60 70 процентов мы это видим но есть положительная тенденция если мы берем сравнение с прошлой неделе когда мы выезжали сейчас то после того когда первое предприятие которое у нас работает согласно представлению правительства саратовской области пассажиропоток немного увеличился то что радует нас сегодняшний момент перевозчик мы потому что и про них не должны забывать поэтому на сегодняшний момент мы видим норма гигиена соблюдается там где не соблюдается своевременно происходит реакция памятки висят поэтому принципе движение в общественном транспорте идет и идет нормально чтобы у нас там все пассажиры соответственно знали что у нас обрабатывается и обрабатывается обрабатывается